Всем привет! Я Кульпида Павел, ведущий разработчик в Райфайзенбанке и еще представитель сообщества .NET.ru в городе Омске. Если кто знает паблики OMS.NET на ВК и Телеграме, кто из ДН, подключайтесь. Тема сегодняшнего доклада это LDD-верси-шар, на котором я хочу поделиться теми наработками, которые у нас получились при практической реализации подхода Fitcher Driving Development на части наших микросервисов. В основном речь будет идти о вертикал-слайсах. Давайте посмотрим, что будет и чего не будет на докладе. Рассмотрим кейс, когда этот подход Fitcher Driving Development может помочь. Кейс синтетический, но основан на реальных событиях. Я не могу показывать код, который используется в банке, поэтому я сделал аналогичный пример на основе стандартного шаблона, когда создается проект в Эбапе, он по умолчанию делает прогноз погоды. И я его немножко развил, положил этот прогноз погоды в базу данных, и сделал такую классическую трехзвеночку, и покажу, какую проблему там можно решать. Разберем ту структуру микросервиса, который получился при применении этого подхода у нас. Ну что, как выглядит. И разберем то, как получилась сама фича. То есть микросервис будет состоять из Fitch, и то, как эта фича будет выглядеть в результате нескольких итераций применения этого подхода. Мы применяли его на разных микросервисах. Были обсуждения, были споры. И вот сейчас я хотел показать, к чему пришли на данный момент. Чего не будет? Не будет рассказа про VDD из Википедии. Это там большая agile-подобная методология. Это не про то. У себя мы ориентировались на доклад Максима Оршинова на Дотнексте «Быстро растворимое проектирование». И в основном все термины и все материалы, которые использовали, брали оттуда. Не будет фичи тоглинга. Была большая, большой соблазн совместить эти концепции. Ну, вроде там фичи и там фичи. Но нет, фичи тоглинг – это совсем про другое. Это очень классный и был доклад на последнем Дотнексте, который прошел в сентябре. Там замечательно раскрывается эта тема. Если кратко, там суть, что разделяется этап релиза кода и этап релиза фичи. Вот за счет этих переключателей. Но здесь этого не будет. И не будет серебряной пули. Посмотрим, в каких случаях этот подход помогает, а в каких случаях особо и ничего не дает. Итак, давайте посмотрим первый пример. Представьте ситуацию, что у вас большая команда. Сейчас в интерпрайзе популярно такой подход, когда команды не привязаны к каким-то системам, проектам, а они реализуют определенные фичи. И могут подключаться… Есть ландшафт организации, и те системы, которые надо править, они правят. Там есть все специалисты, которые владают компетенциями, и они этим занимаются. Но недостаток, что нет возможности глубоко погрузиться в контекст конкретной системы. Вот там прилетает задача, она разбивается, что в этой системе нужно делать то-то, в этой, то-то, в этой, то-то. И разработчики получают эти задачи и делают. Тестирование проверяют и выкатывают на проб. Давайте рассмотрим, как будто вы в такой команде, и пришла задача, что есть в компании микросервис, отвечающие за прогнозы погоды, и нужно в экшене, который получает данные по определенному прогнозу, и будут вытащить из базы одно поле. Давайте посмотрим, как это может быть. Открываем этот проект Visual Studio. Видим такой типовой проект. Я здесь собрал набор каталогов, которые обычно есть в наших микросервисах. И здесь видно, что, как правило, как группируется код в микросервисе. И все пошло от шаблона. Есть папочка контроллеров, все контроллеры складываем туда. Папочка, есть там data access, db контекста складываем туда. Что еще там? Команды, конфигурации, контракты. Вот понятно, все, что классы, какие относятся к этим категориям, все идет туда. Enam, exception, папочка logic. Общая логика, не общая. Вот импл. Импл прямо такой old style стиль. Еще, по-моему, с плюсов-то популярен, когда, например, интерфейсы лежат на верхнем уровне, создается папочка импл, implementation, и вся имплементация складывается туда. Встречается достаточно часто. Ну, да, мапперы, модели, запросы, сервисы, какие-то там внешние чтения, валидаторы. Вот здесь эти все каталоги пустые, но вы представьте, что там как будто много-много кода, такого вот прям rich модель по прогнозу погоды. Что мы видим? У нас задача вытащить поле конкретного прогноза, находим этот контроллер по прогнозу, видим, что есть возможность прочитать все прогнозы, получить какой-то конкретный прогноз и там создать прогноз. Давайте запустим, посмотрим, что в итоге у нас тут есть. Так, запускается свагер. Да, есть метод вот получить список, что у нас есть там три прогноза. можем что-то здесь создать. Да, вот он вернул пятерочку, создал, значит. Давайте посмотрим, что он создал. Это вот получить по ID-шнику. Пятерочку поставим. Ну да, создал с дефолтными значениями. И, значит, у нас по задаче нужно вот в этом методе добавить, кроме температуры в градусах, здесь видно, что есть градусы в франгетах, добавить еще более ощущаемую температуру. Вы знаете, вот там на гесметио отображается, что там с учетом ветра, с учетом дождя, это будет не там не 0 градусов, а там минус 10. Смотрим. Аналитик нам сказал, что это все в базе данных. Смотри, смотрим. Да, видим базу данных. Давайте посмотрим. Вот у нас наша тестовая запись добавилась, что вот она температура в градусах, видим, вот она temperature real. Вот это поле нам нужно вытащить наружу. Вытаскиваем. Так, стопнем. Смотрим, что у нас тут по полям. Да, у нас есть вот сущность. Открываем сущность, видим. Поле в градусах, видим, что в фаренгейтах вычисляется. И где оно берется? Находим db-контекст, видим, что эта сущность просто один в один по своим названиям замаплена в базу данных. Отлично. Значит, вся доработка, которая нам нужна, добавить это поле в сущность. Добавляем. Добавляем. Она у нас назвалась temperature real. Пишем real. Сохраняем. Проверяем. Также проверяем по пятерочке. Да, видим, появилось поле. Вот она, выдает 2,2. Все, задача сделана. Отдаем в тестирование. Тестирование там проверяет вручную автотестами. Выдается. Ну, ошибок не находит, выдается в пруд, вы переключаетесь на другие задачи. Все идет прекрасно, пока вам не звонят. Давайте там добавим драмы, что звонят ночью, выходной. Вы где-нибудь в отпуске. Говорят, дорогой товарищ, Вашей доработкой сломан пруд. У нас упала загрузка этих самых прогнозов. Ну, вы как бы подрываетесь, подключаетесь, смотрите, что с загрузкой. Делаем вызов. Ну, загрузка, допустим, она менее частотная. Например, загружается раз в неделю, там прогноз на неделю. Вы выдали, и после, например, на выходных пошла загрузка, и все сломалось. Смотрим, что сломалось. Да, говорит, что не могу вставить insert в автогенерированное поле. Оказалось, что это поле у нас автогенерированное. Ну, понятно, что вы... Да, и вам говорят, что после вашей доработки налетело еще много важных доработок. Откатить нет возможности. Нужно выпускать хотфикс. Вы сидите и там же ночью на адреналине это все фиксите. Ну, понятно, что вы пофиксите. Там это исправляется достаточно просто. Но что у вас... Какой у вас останется после этого осадочек? Но у вас, скорее всего, он останется вот такой. Ага, нет, не такой, а вот такой. Ну, классическая картинка. Big ball of mood. Один из паттернов DDD. А еще интереснее, еще может возникать, что вы этот большой ком грязи, как сизив, катите в гору, и он постоянно на вас скатывается и раздавливает. Очень много людей на этом сгорают. Что и что, вот кажется, почему вот этот ком грязи? Вот откуда эта метафора возникла? То, что вы, меняя в одном месте, ломаете другое. И причем такое место, которое вам оно не очевидно. То есть вы, как бы, правите одно и падает где-то совсем в другом месте. Что тут можно сделать? Если у вас, вот при вашей работе с какими-то компонентами возникает вот такое ощущение, попробуйте подход фичи driving development. В чем он заключается? Вы можете это решить банально, перестроив код. Как это перестроить? Показываю. Открываем. Вторую демонстрацию. Перестроить код можно, разбив на фичи. Что у нас здесь есть? Есть каталог фичис. В нем перечислены три фичи, которые реализованы в этом сервисе. То есть это уже другой solution, в котором тот же самый код просто перегруппирован по-другому. Находим нашу фичу и видим, тут тоже получается в каждой фиче уже есть свой контроллер, своя сущность, свой DB контекст, связанный с сущностью, и есть еще экстеншен, который эту фичу привязывает к общему DI вот здесь в программ-цессе. Тут то же самое. Делаем такую же манипуляцию. Добавляем поле, делаем real, temperature real, сохраняем, запускаем. Находим наш прикол свагера в том, что у нас сейчас есть три контроллера, но в свагере это отображается все равно как один за счет его названия. Да, мы прочитали, мы получили наше поле, temperature real, вот оно, да. Проверяем операцию записи. Работает. Ну, понятно, что вы разделив эти операции, да, и здесь вы тоже, эта операция тоже работает. Вот основная, как подача этого подхода в том, что вы, увеличив объем кода, обеспечили его изоляцию, изоляцию этих фич. И у Максима Ашинова он много про эту концепцию рассказывает. Основная его мысль, как показалось мне, заключается в том, в чем, как проверить атомарность этой фичи. А атомарность проверяется тем, что при удалении фичи ничего не должно поломаться. ну, допустим, вот вы, здесь это не получится, потому что используется вот этот extension, если вы удалите эту фичу, то сломается вот в программ сессии вызов вот этого extension. Получается. Основные моменты, которые мы выявили при таком подходе, когда мы код группируем по фичам, атомарность, которая проверяется удалением, через одну кнопку удалили, ничего не должно поменяться, в свагере просто должна пропасть этот extension. Это ссылочка на доклад на хабре, весьма рекомендую. По именованиям фич, к чему мы пришли, что удобно именовать в виде названия сущности и того действия, которое над ним выполняется, в рамках этой фичи. Удобно добавлять версионность, если у вас есть версионность контрактов. Это позволяет не размазывать версионность по кодовой базе, а фиксировать только на уровне фич. Вот чисто практический подход, то что мы выявили в одной сборке гораздо проще и быстрее. Был подход, когда мы фичи били на сборке и при превышении даже уже десятка сборок у вас время билда на том же CI, вы прям заметите, как оно начинает так немного увеличиваться. А проще за счет управления зависимостями. То есть вам не нужно поддерживать какое-то соответствие этих зависимостей между разными фичами. Короче, все фичи держатся в сборке микросервиса. Будьте готовы к удлинению на USPACE-а, добавятся фразы features и название фичи к каждому USPACE-у. Если у вас само название микросервиса большое, у вас может... на USPACE тоже получится такой развесистый, в две строчки может улететь точно. и да, тоже контроль за тем, чтобы не было пересечения между фичами в юзингах. Как он решается? Конечно, это код-ревью, но есть инструменты, есть... вот написали анализатор, который проверяет отсутствие пересечения между фичами. И есть библиотека ARC-Unit.net, которая позволяет на уровне юнит-тестов защититься от такого. Да, там еще появилась папка charred, это стал компромисс. Поначалу ее не было, но здесь не то, что... Мало того, что получается больше кода, еще появляется факт того, что код, бывает, что он дублируется. И в зависимости от того, как написано фича, может дублироваться много. А вот дублирование никто не любит. Это заслуга наших институтов, что приучили разработчиков, студентов, что дублирование кода это зло, но это... И в этом есть правда. Санар Куб, анализаторы качества кода тоже могут реагировать, выявлять дублирование, фиксировать вам это и говорить, у вас качество не очень. И если, как сказать, эти... ну, как такой евангелистский подход к этим фичам, что папке шарет быть не должно, ну, по сути, появление шарет это то же самое, что у вас появляются некие общие элементы, которые могут, правя которые в контексте одной фичи, вы можете поломать другую. И его быть не должно, но он есть, потому что бывает не всегда получается удачно разбить код на фичи. Это, например, если у вас большая логика лежит в шарах, наверное, что-то с этими фичами не то. Скорее всего, это одна фича. Вот такой явный признак. Но он есть вот как такая буферная зона в реализации. И это не папка common. Если видели, что часто возникают папки, сборки с названием common, которые начинают в себе агрегировать новый код, исходя из того, что код пишут из-за расчета того, что он, скорее всего, будет переиспользуемым. Если он будет переиспользуемым, я его положу в common, а когда он понадобится, я просто на него заливлюсь и использую дальше. Вот здесь такой подход не подходит. В папке шары только реально переиспользуемый код. И даже может быть так, что если, например, в двух фичах есть переиспользуемый, рано его в шары. Вот там вышли вы на три, на более количество, вот тогда можно что-то туда вынести. То есть это большой-большой компромисс. Как выглядит сама фича? фича, клея на архитектуре, наше все. Справа тоже такая классическая схема чисто архитектуры, в центре домен, сверху аппликационный слой, и еще над ним инфраструктурный, презентационный. В случае с фичами получается вот так, цветочек. то есть каждая фича сделана по примеру архитектуре, но нету общих элементов. Опять же, исключая раздел шарп. Шарп тоже может разбиваться на домейн, аппликацион, и инфраструктуре. Важная штука это корень композиции. Корень композиции каждой фичи. то, как вы видели, вот это разбиение на слои доменной аппликационной инфраструктурной увязка классов их интерфейсов и их имплементации в единое целое в рамках фичи делается в корень композиции. И у каждой фичи он свой. Точки входа входа то, как ее вызывать. Это могут быть контроллеры, могут быть очереди, может быть еще что-то. Это точки входа инфраструктурного слоя фичи. Но кроме этого есть еще точка входа аппликационного слоя. Это как раз хендлер медиатора, который до этого рассказывал. медиатор здесь используется для увязки инфраструктурных и аппликационных точек входа. Очень удобный подход и вот этот паттерн прям подвернулся удобно для реализации такой связи. Ну и еще момент такой что в инфраструктуре мы тоже такой заимствовали подход из гексагональной архитектуры портов и адаптеров когда внутри уже слоя инфраструктуре лежат либо порты либо адаптеры внешних ну порты это входящие каких-то запросов а адаптеры это что-то к чему идет запрос наружу и вот над ним стоит адаптер который и реализует этот запрос давайте посмотрим что как в итоге это получилось финальная демонстрация здесь она уже близка к тому как код у нас выглядит в реальности тут точно так же раздел фичи три фичи как уже здесь выглядит сама фича корень композиции сделан на символ инжекторе я здесь использую нашу корпоративную библиотеку vn.net но там здесь я не раскрываю она опенсорсная мне было просто проще это сделать чтобы ну не писать по идее можно было написать рефлекшеном поднимать сети пэккеджи регистрировать в di ну эта библиотека это делает поэтому я ее подключил да собственно вот он и описывает интерфейсы реализации увязывает вот эти два нэмспейса аппликационной и инфраструктурной давайте посмотрим инфраструктурный нэмспейс здесь лежит контроллер и в разделе дата аксесса лежит маппер сущности на базу и ее контекст маппер здесь понадобился для того что библиотека она использует nhybernate и поэтому я просто перемаппил сущность садентити на nhybernate вот указал здесь этот маппинг db контекст остался таким же похожим контроллер сейчас вот он принимает на вход айдишник заворачивает в команду медиатора и отправляет на аппликационный село давайте посмотрим аппликационный слое сам здесь на аппликационном слое лежит сама сущность запроса обработчик этого запроса и собственно сущность прогноза которая используется впоследствии для записи в базу данных здесь я могу именно продемонстрировать вот этот момент атомарности с удалением определенной фичи так фичу удалили запускаем предыдущий пример он бы не запустился он бы выдал ошибку здесь ошибок не происходит точно так же открывается слагер это тоже библиотека добавляет контроллер вот в итоге у нас появляется остается тот же контроллер но просто меньше экшенов смотрим что все работает работоспособность сервиса не нарушилась и того что у нас получается разобрали случай когда кейс этот может помочь расскажу реальный случай он конечно не был на этом вычислимом поле завязан там был прикол связанный с маппингом там был такой была вот такая богатая доменная сущность замапленная которая состояла еще из многих других сущностей такой знаете агрегат и были вот вложены классы маппинга и было много лези лодинга и вот там что-то добавлялось какое-то поле с лези лодингом для чтения этой сущности это поле там тоже оно было в базе его надо было прочитать добавили и повалили пруд и как бы пришлось прям на лету это все устранять после чего я когда увидел в 2018 году доклад Максима Ашинова я прямо понял это вот то что может в таких случаях прямо реально помочь и вроде помогает разобрали структуру микросервиса помните что раздел фичи какие в котором получается такая спецификация вы открываете раздел фича микросервис и видите что он делает там за счет группирования по сущностям и действия над этих сущностей у вас в названии получится что вот он работает с такими то сущностями то такие то операции он с ними делает весьма удобно ну и папка шарат наверное все таки наша жизнь состоит из компромиссов папка шарат нужна разобрали структуру фичи клиен архитект все ее любят точка композиции корень композиции и разные точки входа еще не сказал что аппликационная точка входа может использоваться для вызова одной фичи из другой вот это бывает такой тоже нетривиальный момент так одну фичу из другой вызвать и обычно здесь решение использовать внешний брокер сообщений ну так в очередь здесь это в рамках одного микросервиса позволяет как бы обойтись без этого обыграть все на уровне медиатора и унесение того что вы хотите вызвать в папку шарт вот тоже еще вариант его использования да получается профит если нет профиту решать вам мы вот на нашем опыте профит этот есть и здесь еще момент в том что профит этот может быть усилен усилен за счет того если то есть вы уже начинаете получать профит как разработчик практикуя такой подход но если на этот подход начинает использоваться на уровне команды его эффект усиливается значительно это когда аналитики начинают оперировать уже фичами не микросервисами и их спецификациями а просто вот набором фич тестирование когда она может уже к определенным фичам привязывать какие-то тестовые сценарии ну и самое главное вы разработчики то что здесь гарантируется что вы внося изменения в одну фичу гарантированно не затронете ничего более это даст большой буст ну например на реверсах да и общая уверенность во внесении изменений гораздо повышается на это все спасибо за внимание вопрос 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 можно выйти или отсюда задавать место спасибо большое вам за доклад хотел бы такой вопрос задать наверное даже частично философски у меня был опыт на самом деле на работе реализации фиде но на уровне монолитных приложений сейчас вот было несколько акцентов что мы делаем именно на уровне микросервисов но вот как бы лично для меня то есть здесь особенность какая мы сейчас микросервис наш нафаршировали этими печеньми и возможно в какой-то момент он просто перестал бы быть микросервисом то есть возможно здесь в качестве решения под каждую одну такую фичу отдельный микросервис но это может быть уже слишком радикально по вашему мнению вот сколько можно добавлять вот таких фич именно подходом FDD чтобы микросервис в один микросервис пока он все еще сдается микросервис да вопрос философский сколько фич входит в один микросервис может быть по-разному мне кажется тут проще идти от глобального то есть у вас система это в первую очередь это набор неких микросервисов и у микросервиса есть своя зона ответственности там контекстная такая область и пока ваши фичи находятся в этой области их куда-то вытаскивать смысла нет держите их в этом микросервисе я я рассказал здесь про профиты но про то как усилить эти профиты но есть и момент который эти профиты может ослабить очень сильно это когда вы не дожмете этот подход знаете есть такой соблазн целевая архитектура это когда вот у вас есть микросервис компания не важно микросервис что-то написано в некой архитектуре эта архитектура меняется считается все это архитектура легаси у нас есть новая целевая архитектура но мы не можем сейчас переписать вот этот весь компонент под нее мы сделаем только часть вот у нас есть там задача и мы частично сделаем новую у вас в одном компоненте получится и то и другое и вот это это очень ослабит эффект это нарушение концептуальной целостности компонента и он ослабит вообще все что угодно но по вашему вопросу то что в области действия этого микросервиса то и должно быть спасибо большое спасибо за доклад вопрос такой я правильно понял что версионность фич это отдельно лично или это внутри будет версионироваться нет если у вас появляется потребность версионирования вы можете его обыграть на фичах например у вас есть операция создания счета и есть несколько его версий обычно делается ну например как в этом в роуте версионируется роут контроллера там API V1 там креет API V2 креет все это можно оставить но как это происходит вы вот эти версии очень удобно то что вы их изолируете и вы сможете работать с каждой версией индивидуально ну как это обычно бывает вот это версионирование потом начинается что начинает использоваться разные реализации классов и они тоже начинают версионироваться и эти там например появляются репозитории версии 1 версия 2 версия 3 какие-то сущности разных версий вот это все начинает расползаться здесь вы сами элементы кодовой базы можете не версионировать вам достаточно отверсионировать фичу в контроллере этой фичи прописать вот роуд с нужной версией и все и дальше внутри фичи использовать ну обычная обычная класс без гарсионирования фичи правильно я понимаю что у нас еще усложняется фдд вот то же самое поле что мы добавляли на аудема ощущаемые температуры теперь нам это же поле нужно еще и пробросить где мы все города отдаем тем самым чтобы отдавался и там и то есть нас все больше и больше и как бы не забыть где его еще пробросить да это такой вот как бы вопрос испытания этого подхода здесь ответ такой что у вас задача была добавить только в одном экшене у вас не было задачи еще где-то понятно если у вас потребность что добавить там еще где-то то тогда вы просто добавить фичи это и добавить фичи это и добавить фичи это то есть вы это делаете явно вот в самом первом примере я уже по времени не стал показывать но там добавив в общую фичу это поле вы еще когда там есть получение списка прогнозов это поле и туда добавилось но задачи этого не было по идее это не так страшно хотя например если у вас приложение где-нибудь в облаке и вы платите за трафик и вы там на 10 байт увеличили каждый ответ по каждому прогнозу ну вы можете немного начать больше платить за это то есть тут это позволяет сделать именно что ли более очевидным то что нужно исправлять вот нужно вам править вы только здесь правите только здесь оказываете влияние другое другие места вы не затрагиваете если нужно другие вы говорите что вот да нужно и это делаете становится не очевидно что не нужно что еще нужно исправить вроде бы очевидно если я добавил один не значит подразумевается то есть ты уже понимаешь что если ты заберешь все то это более будет а тут оно не будет возможно это простой пример возможно где-то это будет еще еще то я могу про это забыть и подумать то есть если там оно фактически добавилось я всегда знаю все это само собой то тут надо в сет что если Это был бы появится и другой очевидного пониума Здесь получается, вам нужно продумать, где это должно появиться А в случае, когда с использованием без этого подхода, вам тогда нужно продумать, где это не должно появиться И, как правило, продумать, то есть пришла задача, вот должно появиться новое поле В каких формах, в каких списках И от этого зависит от того, на каких это экшенах должно появиться, это более проще и дешевле. А вот вариант, когда вам пришла задача, ты добавь сюда это поле, но при этом обеспечь, чтобы то место, где еще это все используется, не сломалось. Вот здесь это более сложная задача и более подвержена ошибкам. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Вопрос такой. Я применял похожие походы в проектах, столкнулся с проблемой. Вот у нас есть несколько фич, и в конце ты рассказал про кейс, фича вызываемая с другой. Допустим, у нас есть в одной фиче хендлера, где-то есть shared проект, в нем лежит команда, ну, через медиатор, request мы, например, вызываем. И вот мы вот эту вот одной кнопку удалили целую фичу, и мы узнаем, получается, только потом, когда-то во время работы нашей программы, что мы вызвали медиатор, там хендлер отвалился, его нет. В общем, узнаем только потом. Есть какой-нибудь способ это во время компиляции узнать или еще как с этим быть? Да, да, это вот такой минус, когда вы начинаете вызывать фичи друг из друга, и за счет shared вы это не видите. Видите, здесь видится, наверное, что-то можно на юнит-тестах это как бы обыграть. Вот только так. То есть, идя в shared, вы снова возвращаетесь к той истории, в том или ином виде, когда что-то одно может вам поломать что-то другое. Так это вот, ну, от этого никуда не дается. Ну, я у себя это решил тем, что у меня есть не shared, и есть проект фича, а есть проект фича-контракт, и контракты лежат там. И те другие фичи, которые вызывают первую, они вот туда ходят, и если удаляю фичу, я удаляю и контракт, поэтому ее нельзя вызвать. Мне на самом деле не очень нравится это решение, но вот, как один из вариантов, может быть. Ну, да, он больше напоминает вот этот вариант с shared. Распределенный. Да. Защита, вот, видится только юнит-тестом, что вот постоянно видно было там на CI, что что-то не то, что-то сломалось. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...